При выборе недорогого андроид планшета часто возникает вопрос какой же выбрать. И сегодня я хочу рассказать вам про один из таких. Ведь выбор бюджетных андроид планшетов в 2015 году просто огромен. X-Play M23G. Недорогой андроид планшет с металлическим корпусом. Любое знакомство с устройством, неважно каким, начинается с внешнего вида. Ведь в первую очередь мы видим внешнюю составляющую устройства. Поэтому пожалуй к дизайну и начнем. С первого взгляда X-Play M23G напоминает знаменитый Apple iPad Mini. Но это лишь с первого взгляда. На лицевой стороне имеется дисплей и веб-камера. Все как в любых других планшетах. К слову дисплей сильно выделяется по сравнению с рамками. Что не очень-то привлекательно выглядит. С обратной стороны находится кнопочка Reset, камера и два стереодинамика. Которые не будут закрыты если положить устройство на плоскую поверхность. Динамики очень громкие. Но звук в них плоский. Даже по сравнению с другими планшетами. За год активной эксплуатации на моем устройстве натерлось вот такое вот белое пятно. Все разъемы находятся на верхнем торце устройства. На ней мы найдем разъем для наушников, мини-джек, мини-USB для зарядки и синхронизации с компьютером, микрофон и разъем для SD-карты и сим-карты. Да, в планшете есть 3G, что говорится в самом названии. За год активной эксплуатации корпус планшета начал незначительно хрустеть и слегка прогибаться. Планшет имеет дисплей размером 8 дюймов и разрешение 1024 на 768 точек. Плотность пикселей составляет 160 пикселей на дюйм. Матрица выполнена по TFT технологии, но цвета довольно реалистичные и приятные в глазу. Чего действительно не хватает в дисплее, так это запасы яркости. Он здесь действительно небольшой и при использовании им на улице летом, под открытыми солнечными лучами, может возникнуть некий дискомфорт. Но ночью, если вы хотите почитать книгу перед сном и убавите яркость экрана на минимальную, то экран будет слишком яркий. В целом же, экран неплох и подойдет как для игр, так и для просмотра фильмов. Фронтальная камера имеет матрицу 0,3 мегапикселя, чего мало, но для того, чтобы щекиниться в инстаграме или вконтакте, хватит. Тыловая камера чуть получше, ее матрица составляет 3,2 мегапикселя, чего тоже мало. Стоит она скорее тут для галочки, но если что-то нужно срочно сфоткать, то она может выручить. Внутри нашего героя стоит процессор Dual Core частотой 1300 МГц, Cortex-A7, видеоускоритель Mali-400MP, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ накопитель. Внутреннюю память можно расширить с помощью SD-карт. Поддерживается карта памяти до 32 ГБ, чего достаточно даже для стандарта 2015 года. Из игрушек Nova 3, к примеру, идет абсолютно без логов и вылетов, а вот GTA Vice City, хоть и идет абсолютно без логов, но все же изредка вылетает. Связано это с нехваткой оперативной памяти. Про тесте планшет он показал вот такие вот результаты. В тесте Antutu версии 5.6.1 устройство набрало 11 051 попугай. В Nano Mark II среднее количество FPS составило 48,7 и заняло второе место в общем списке. Под управлением стоит Android 4.2.2. Система работает плавно и без заеданий. Но если на рабочий стол выкнуть слишком много ярлыков, то возможно будут некие заедания. В общем же система работает без нареканий. Главный минус X-Play N2 3G это батарея. Ее емкость составляет всего лишь 3000 мАч. В среднем аккумуляторы с таким размером стоят на современных телефонах. Зачем X-Play поставили на 8-дюймовый планшет батареи с таким маленьким объемом непонятно. Работает он полутора часа со средней яркостью экрана и около двух с минимальной. И то, если без нагрузки на процессор спасает лишь то, что его можно заряжать от портативных зарядных устройств. X-Play N2 3G небольшой стильный планшет. К тому же достаточно недорогой. Производитель просит за него в среднем 6000 рублей. Если бы X-Play поставили батарею хотя бы на 6000 мАч и 1 гигабайт оперативной памяти, но попросили бы на 1000 дороже, я бы однозначно сказал, что рекомендую его. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой пока что начинающий канал. Всем удачи и пока.